Приветствую вас, я бы сказал здесь, что ключевой момент не в том, как ответить, это не так важно, как важнее то, наверное, как именно вы реагируете на слова своего папы, как именно. Вам эти слова отца называются, вот, потому что если слова отца называются у вас болью, вот, то до тех пор, пока они будут отзываться болью, ну, вряд ли вы сможете что-то такое конкретно говорить отцу и вряд ли вы сможете как-то реагировать по-другому, потому что даже если вы назовёте какую-то условную фразу, то боль, ваши переживания, ваша реакция, вот, будут перебивать эту условную фразу, которая будет идти из интеллекта, типа, что... так вот надо сказать, так правильно будет сказать и прочее, вот, поэтому первое, что я бы выделил, это именно ваша реакция, именно работа с вашей реакцией, работа с вашей... это условно говоря, это условно говоря, набор ваших реакцией, вот, то есть отец придирается, вот, и вы, соответственно, что-то чувствуете. Отец высказывает свою точку зрения на учебный процесс, отец высказывает своё видение учебного процесса, как оно видится ему, вот, и, соответственно, вы на это тоже как-то реагируете, и, судя по тому, что реакция у вас идёт такая, что вы пытаетесь что-то объяснить, да, то есть вы обрадуетесь, значит, вы чувствуете вину, вероятно, страх от того, что не обрадуетесь ожидания своего отца, и вам больно, вот, я думаю, я бы, вот, мог предположить такие реакции сейчас, вот, с точки зрения того, что вы написали, без дополнительного общения с вами, и без информации дополнительной, которую можно было получить, если бы была возможность задать вам какие-то вопросы и так далее, вот. Поэтому я бы, прежде чем выстраивать какую-то поведенческую стратегию, предложил, как-то, вот, обратить внимание на, собственно, субъективную сторону, на сторону переживаний и поработать с этим, чтобы переживания ваши не были деструктивными, чтобы переживания вас не сбивали, чтобы вы старали, ну, чтобы вы отражали речью то, что вы чувствуете, а чтобы то, что вы чувствовали, было бы конструктивным, а не конструктивным, как сейчас, как сейчас, вот. Вероятно, если это произойдёт, то и потребность, там, ответить каким-то образом, у вас спадёт само собой, или вы увидите, что отвечать вы увидите, что говорить, со мной, самостоятельно, самостоятельно, вот. То есть само собой придёт это понимание, это осознание. Вот. Ещё. Важный момент здесь такой человек пытается вас обесценить, вот, через свои высказывания, осознанно или нет, но пытается вас обесценить. И здесь обесценить такой, на мой взгляд, страх, что вы добьётесь успеха, а он, соответственно, нет. Вот. То есть вы будете лучше с него отец, вот, сложно некоторым родителям, это касается не только вашего отца, и вообще отца, это касается всех, это могут быть какие угодно вообще родственники, на самом деле. Ну, понятно, что чем родственника ближе, тем это больнее, это острее воспринимается, потому что, ну, человек ближе, человек роднее, соответственно, больше влияние на нас возникает здесь. Вот. Сопротивление успеху здесь ощущается, есть желание нас обесценить, унизить, вот, чтобы сохранить своё превосходство. Это первый момент, тут важно вот как-то вот, чтобы... Важный этот факт имплементировать вашу психологическую картину, картину мира и себя самого в этом. Вот. Следующее, это то, что вы занимаетесь на английском и физкультурой, это, по слову, круто, но мне кажется, что в том числе речь идёт про, ну, некоторое непринятие себя, то есть некоторое ощущение, может быть, неполноценность из-за того, что у вас, там, есть лишний вес, или вы, там, не знаете языка, или, там, не знаете слов, а знаете грамматику и так далее. Вот. То есть, как бы всё, что вы ни делали, да, ну, сейчас эта физкультура и английский, вот, как бы не вышло так, что вы это делаете для того, чтобы не чувствовать себя, там, неполноценным, или за тем, кем хочет видеть вас, ваш отец. Вот. Если это такая мотивация, то она не очень хорошая, потому что она направлена на других людей, она для других людей, не для вас. И, соответственно, это будет очень сильно вам мешать, ну, очень сильно будет вам мешать, это будет очень сильно вас подавлять, это будет сделать вас зависимым. Вот. Поэтому на это точно я хотел бы обратить ваше внимание. Мне кажется, что человек может учить английский, человек может заниматься физкультурой, человек может делать абсолютно все, что угодно, но не для того, чтобы ему изменить своё представление о себе, то есть не для того, чтобы сказать, о, вот я похудею и, там, стану полноценным билетом, о, я выучил английский, я стану полноценным. Мне кажется, нет. Мне кажется, что такая вот хорошая, полезная, такая конструктивная, жизненная, с точки зрения жизни, мотивация, это как-то, я это делаю, потому что мне это интересно. Вот. У меня же есть такое ощущение, появилось, по крайней мере, что вы что-то делаете, вроде бы, но для чего вы это делаете, зачем, зачем вам английский, зачем вам, допустим, хорошая физическая форма, да, не очень понятно, не очень понятно. Да, вот. То есть, кому-то это интересно, кому-то просто хочется иметь такую форму, ну, просто быть в этом, так сказать, кайфоватым, да, например, больше получать удовольствия. Ну, раз, опять же, я не увидел, а, какой-то такой, вот, именно целевой мотивации, целевой мотивации, зачем, зачем мне, именно мне, зачем это нужно. Вот. И нужно было бы мне это условно, если бы, там, не было, там, моего папы, если бы, там, не было, не было, там, какой-то оценки, если бы я, вообще, был с собой доволен тогда. Вот. Поэтому мне кажется, что, собственно, и вес, да, он набирается, если у вас нет каких-то генетических предположенностей, или если нет физиологических особенностей, то вес набирается в результате потребности психики тоже себя защищать. То есть, чтобы себя защитить, нужен лишний вес. Вес, жир, масса, это то, что защищает нас, ну, по крайней мере, создаёт оглашение, что защищает, вот. И, самое главное, отталкивает людей. То есть, как бы, вот, именно наруши, именно, эм, излишний вес, да, именно излишний вес. То есть, бывает просто человек полный, ну, как бы, ему, в этом весе хорошо комфортно. Вот. Бывает, человек худой, ему тоже, в этом весе хорошо комфортно. Но излишний вес, когда человек самому некомфортно. Вот. он прям это чувствует, чтобы не комфортно, возникает именно как компенсация, вот. И в том числе это несет функцию ограничения социальных контактов, ограничения коммуникаций, в плане того, что предсознательно человек знает, что если он будет толстым, он будет неприятным и, соответственно, с ним общаться никто не будет, и если не будет общения, то не будет, там, условно говоря, каких-то негативных последствий в этом общении, типа, там, того же обесценивания, как у вас есть, в плане опыта взаимодействия социалом, опыта, не будет отвержения, там, например, если мы говорим о романтических, романтических или дружеских партнерах, да, вот, не будет, не будет неудач, это имеется в виду неоправдание своих ожиданий и так далее, что тоже может быть актуально для вас в свете взаимоотношений со социалом, в том числе, вот, то есть это, условно говоря, избегание каких-то таких ситуаций, которые могут причинить боли, не умение обращаться с болью к большому счету, вот, закупоривание боли в вас, в самом консервировании ее там, потому что отец, вероятно, это бы проявление, посчитал бы слабостью, еще больше бы вас обесценивал, что, ну, как бы, еще больше привело бы к тому, чтобы себе закрывать, вот, поэтому, в первую очередь, нужно определиться со всеми этими вещами, вот, четко полагаться на себя, вот, это предполагает некоторый личный рост, вот, и, соответственно, у вас, мне кажется, появится возможность ответить на это так, как вам хочется, то есть мне кажется, что естественный и искренний ответ объектом, в качестве объекта имеющего вас, а не отца, является здесь идеальным вариантом. Другое дело, что такого ответа на данный момент у вас нет, потому что вы, ну, вы заняты немножечко другим, и вы свою энергию тратите на другое, совсем на другое, как мне кажется. Ваш вопрос, да, по большому счету, он выглядит так. Я живу в доме, значит, периодически в мой дом, в дверь моего дома, или квартиры, значит, пытается пробиться собака, большая собака, она ломает мою дверь, царапает мою дверь, периодически она вламывается в мою дверь, устраивая погром моей квартиры, вот, вот как мне сделать так, чтобы она дверь не вламывалась, то есть какую мне дверь поставить, чтобы она не смогла эту дверь сломать, вот. Что она все равно будет биться, биться, все равно будет ее, ее, ее там, вредить, вредить, она, эээ, все равно будет, там, что-то еще сделать, вот. Но, при этом, нет вопросов, как бы, о том, эээ, типа, эээ, откуда эта собака берется, вот. И такое ощущение, что это вас не особо волнует, а ведь именно в том, как эта собака появляется, появляется, и как сделать так, чтобы она не доходила до вашей двери, это ключевой момент. На этом все, надеюсь, что помог вам, эээ, буду благодарен за обратную связь на мой ответ, это поможет вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!